Товарищи, сегодня абсолютно новый формат. Мой канал когда-то там 6 лет назад начинался с разборов клипов, теперь я хочу поразбирать песни. К тому же, что когда у меня года 3 назад выходили разборы текстов, меня просили, может ты сделаешь на английском? Я тогда думал, да я английский, не знаю нихера. А вот теперь в Америку переехал, актуальность повысилась, уровень знаний в английском повысился, и первый разбор я посвящу песне таксисте System of a Down, которая капец как за душу берет, даже если текста не понимаешь, но когда понимаешь, вот чуваки, мне кажется, этот ролик вот что называется домурашен. Формат по большей части вдохновлен каналом вот это английский, рекомендую вам его посмотреть, но там автор просто переводит песню и именно буквально рассказывает о чем текст. Я же хочу глубже погружаться в контекст, и благо в случае System of a Down, контекста, вагон и маленькая тележка. Это будет полезно и мне для изучения английского и американских всяких вот контекстов тоже и обстоятельств, а вам, думаю, просто интересно. В общем, напишите потом, как вам новый формат на канале. Здрасте, вы на канале Сейна. За тебя, Родина, мы до конца будем стоять. Честно, я люблю свою работу, и несмотря на все трудности, коих, поверьте, много, меня безумно радует тот факт, что я могу копаться в своих любимых песнях и получать за это деньги. Я считаю, что очень важно найти любимое дело, и оно при этом должно быть актуально в наше время и приносить хороший доход. Одна из таких профессий сейчас — это аналитик, и я знаю, где можно получить необходимые знания. Хочу порекомендовать вам курс «Аналитик Про» от онлайн-школы аналитики «Changelange Education». Это самая комплексная на рынке программа для перехода в аналитику, основанная на актуальных запросах работодателей и консультациях с аналитиками-практиками. «Changelange Education» обучили более трех с половиной тысяч студентов, и их выпускники сейчас работают в таких компаниях, как Яндекс, ВК, Газпром, Марс и многих других крупных компаниях. 75% курса — это практические бизнес-проекты от реальных компаний, с помощью которых вы сможете усилить свое резюме. Обучение проходит в мини-группах, где каждому студенту уделяется должное внимание и прокачиваются софт-скиллз. За время обучения вы освоите 11 ключевых аналитических навыков, то бишь «Hard Skills», благодаря которым сможете получать интересные рабочие офферы с высокой зарплатой. 83% студентов находят работу еще во время обучения, ведь «Changelange Education» проводит консультации с HR-специалистом, помогают в подготовке резюме и в подготовке к собеседованию, в том числе кейс-интервью. В «Changelange Education» регулярно проходят онлайн-воркшопы и интерактивы. Специалисты компаний уровня Авито, BCG, Google, McKinsey и ВК, окончившие курс ранее, помогают в преодолении сложностей в учебе. Поэтому переходите по ссылке в описании, получите дополнительную скидку в 10 тысяч рублей по промокоду SEIN и получите профессию с большими перспективами в «Changelange Education». Возвращаемся к ролику. Собственно, начать стоит с самого контекста релиза. Альбом продюсировал Рик Рубин, и после вот неотесанного предыдущего периода он хотел сделать System of a Down более слушабельными в широком смысле, потому что я не считаю, что что-то в этом релизе можно назвать каким-то опопсением, скорее вот привидением к какому-то виду полноценного и откровенно шедеврального продукта, как мы уже вот из будущего знаем. И особенно, чего добивался Рик Рубин, это того, чтобы их металл отличался. Вот то, что, по-моему, по итогу и погубило метал-музыку, да, и привело ее в состояние, в которое оно есть сейчас, было понятно еще в 2001 году, что металл по большей части звучит одинаково. Очень похожи группы друг на друга, и если вы вспомните каких-нибудь главных мастодонтов жанра, то у них у всех есть какие-то свои очень характерные фишки. И System of a Down, безусловно, отличаются по целому ряду факторов от своих вот конкурентов по сцене. Тут и специфическое звучание, и полиритмия, и, конечно же, голос Танкиана, его странная вот эта вот местами козлячья манера, местами какие-то завывания, выкрики, внезапные переходы из мелодики на скрим, плюс использование этнических вот этих вот мотивов. И, конечно же, бешеное количество политики внутри этого. Вот, если этот ролик как-то страшно много наберет, я с удовольствием мог бы сделать серию просто из 20 роликов про разные песни System of a Down и через них разбирать вообще американский какой-то, даже не то что политический контекст, а вот банк идей, которые варятся в здешнем обществе последние, ну вот, можно сказать, 20 лет. Хотя на самом деле больше, но, в общем, в релизе Такси Сити и одноименной песне Такси Сити политики много, много очень ярых высказываний. И Чоп Сью, другой трек, если знаете, он про... И там в припеве это поется Self-Right to Suicide, то есть Мое право на самоубийство, это вот была одна из очень ярких вещей, и подобных ярких, жестких и провокативных вещей содержалось в альбоме куча. Выходит релиз, и меньше чем через неделю происходит 11 сентября, которая изменила мало того, что американский, контекст всей планеты, и вообще вот просто мир поделился на до и после, и в этой обстановке System of a Down дропали альбом и турили. Как они рассказывают, что это, безусловно, все омрачило до невозможности, сделало гораздо менее уместными кучу высказываний, которые были в релизе, и для них время, по сути, их главной звездности, время их самого успешного альбома, и время, когда именно вот все гремит о System of a Down, оно, конечно, омрачено абсолютно, потому что, естественно, массовые собрания в этот период никого не радовали. К тому же, что вслед за 11 сентября последовали еще некоторое количество других терактов, и, как вы понимаете, организовывать массовые мероприятия в этом состоянии, это далеко не самое вот приятное, что хотелось бы делать. Первые строчки. Преобразование. Программное обеспечение. Версия 7.0. Смотреть на жизнь глазами автомобильной покрышки. Сейчас чуть-чуть глубже в это погружусь, но, в общем, преобразование и программное обеспечение версии 7.0. Дело в том, что была тогда очень распиарена история про АОЛ, это вроде называлось, расшифровывается American Online. И я прочитал, что делала American Online, и мой зумерский мозг не совсем осознает, в чем именно суть всех этих продуктов, поэтому, знающие люди, поясните в комментах. Но, в общем, суть в том, что это во многом был монополист предоставления интернет-услуг и различных сервисов в тот момент. И дело в том, что нельзя было отказаться от обновления. И как раз версия АОЛ, как правильно произносить, 7.0, она активно обсуждалась в 2001 году на момент релиза, потому что у всех пользователей она обновлялась сама собой. И сама строчка является метафорой, ну, во-первых, отсылкой к самому этому АОЛу, во-вторых, метафорой на вот какое-то глобальное правительство и сильных мира сего, которые будут вам навязывать то, что им надо вне вашей воли. То есть, преобразование, программное обеспечение 7.0, мы в очередной раз там введем новые элементы контроля за вами. Следующая строчка звучит как Вот вам схема, что такое tire hub. Дословный перевод — это ступица шины. Короче, вы представляете, что вы смотрите на мир, находясь внутри колеса, и он поворачивается, вот, вертится с вами. И здесь хочется вспомнить, что Даррен Малакян говорил, что эта песня про ADD — Attention Deficit Disorder, то есть синдром дефицита внимания. Прикиньте, 2001 год. Актуальненько, не так ли? И какая же крутая метафора на синдром дефицита внимания, что вы смотрите на мир, находясь внутри крутящегося колеса. По-моему, очень вкусно. К тому же нельзя не упомянуть про то, что в интернет-версиях разных эту строчку еще интерпретируют как, что, мол, там слышится tired hub. И слово hub вы можете знать там, например, вот, как USB hub или другое какое-то место встречи, место соединения. И, соответственно, tired hub — это может быть какой-то уставший улей, да, как имеется в виду вот утомленный социум. Но, мне кажется, это уже такое лишнее домысливание. Переходим к следующей строчке. Поедание семян как повседневная активность, токсичность нашего города, нашего города. Поедание семян, самое прямое и понятное объяснение — это поедание таблеток. Как раз тоже это имеет прямое отношение к синдрому дефицита внимания, да и вообще относится к теме биг-фармы, которая всех нас на разные пилюли да подсадит. Тоже не могу не упомянуть забавнейшее совершенно рассуждение различных американских декодеров, которые я читал перед этим роликом, который пишет, что они, как этнические армяне, наверняка отсылаются к своей народной традиции поедания семян подсолнуха. То есть семечек. И там дальше разворачивается длиннющее рассуждение о том, что это бедные люди, которые едят семечки, и это вот и есть тот самый уставший хаб. Но я бы всерьез-то не воспринимал, потому что, ну, какие семечки? Стоит заметить, что в оригинальном клипе они тоже просто сидят и едят семечки, и, возможно, тогда это имеется в виду вот праздное проведение дней. Нихера не делание. Но мне, честно говоря, все еще кажется, что это тоже метафора на таблетке. И дальше припев, который вот я сейчас его читаю, я понимаю, что я все эти слова знал всю жизнь, они у меня никогда просто во что-то осмысленное не складывались, хотя, ну, это просто превосходно. Ты, чем ты владеешь в этом мире? Или, если иначе поставить запятые, то ты, чем ты владеешь? Миром? Как ты владеешь болезнью? Болезнью. Ну или disorder — это просто расстройство. И, собственно, естественно, отсылка идет там вот к сильным мира сего. И вот вы, те, кто этим миром управляете, управляете ли вы на самом деле его разложением, тем, что вот внутри его зреет? Сейчас где-то между священной тишиной, священной тишиной и сном. То есть, a sacred silence, я думаю, используется в таком... Ну, короче, это расхожее выражение, да, что вот, мол, свята тишина. И потом повторяется, что где-то между священной тишиной и сном, то есть забвением... Disorder! Disorder! Расстройство, заболевание, заболевание, заболевание. То есть, пока все условно замалчивают, придерживаются статуса кво, остаются на своих местах, сохраняют какое-то вот нынешнее положение мироустройства, болезнь, расстройство, которое внутри этого зреет, оно распространяется. И пока все молчат, оно продолжает свой рост и развитие. Если вам интересно, я сейчас разобрал весь второй куплет, дозаписал ролик, а после этого выяснил, что все это время не писал диктофон. Поэтому, если я буду выглядеть каким-то немного раздраженным оставшуюся часть ролика, поддержите меня под спиской на канал, пожалуйста. Блогинг — это больно. Второй куплет начинается строчками «Больше дров для их костров», «Громкие соседи». И что именно, вот в чем смысл про «Громких соседей», я не нашел однозначного и понятного объяснения. Но версии, которые трактуются, это про какую-то социальную неустроенность. То есть, в том числе там говорится про, что, мол, костры на улице жгут бездомные и бедные. Можно вспомнить популярный образ бездомного из американского фильма, у которого костер в бочке, но также, мне кажется, прям очень напрашивается, что это метафора на как раз то самое какое-то вот это условное правительство, вот эту метафорическую диктатуру, которая воспринимает людей как инструмент для чего-то, как дрова для их костров, как средство для достижения их целей. И, а, «Громкие соседи», вот что точно подразумевается, что это какая-то проблема, которую мы предпочитаем не замечать. Как раз-таки рифмуется очень с той самой предыдущей строчкой про «Secret silence and sleep». То есть, по какому поводу там соседи орут, стучат и так далее, нас не касается. И следующая строчка — это просто шедевральная вещь. Ее сложно перевести нормально на русский, но дословно это мечты о фонарике или фонарик в мечтах ловится в фары грузовика. И здесь стоит объяснить, что условно вы едете за рулем, вам, допустим, снится фонарик, можно ассоциировать со светом в конце тоннеля, но это оказываются фары грузовика и дальше столкновение. Какая поэтически потрясающая строчка. Просто золото. И стоит еще заметить, что «Caught in the headlights» значит обнаружить себя в опасной ситуации, не зная, что делать. Можно вспомнить этот знаменитый образ поискового фонаря в тюрьме, в свете которого, если вы оказываетесь, то потенциально вам жопа. И игра слов заключается в том, что он как бы вот после этого «Caught in the headlights» of a truck. То есть, соответственно, сначала это самое расхожее выражение «пойматься в свет фонаря» и потом как бы в свет фартрака. И понятно, насколько эти строчки перекликаются с глобальной слежкой и с самого начала про вот это software version 7.0. Потому что мотив этой самой слежки и к тому же, так как имеется в виду грезы, то есть reveries, то бишь сон за рулем, отлично перекликается со сном, который у нас в припеве. И таким образом, вся вот эта вот образная череда, да, про общество, которое находится вот в этом вот сне привычности, сне быта, забвения, ежедневности, к чему это все приводит? Что вот эта вот самая болезнь, которая в тишине этого общего сна распространяется, к чему оно в итоге приведет? Оно приведет к столкновению, оно однажды взорвется и даст всем по башке. Потом снова шедевральный прикорус, потом снова шедевральный припев. И потом аутро, которое наименее вообще прямо трактуется, и я каких-то однозначных трактовок не нашел, но переводится оно Когда я стану солнцем, я освещу, всветану, как бы светом в херачу жизнь в человеческие сердца. В свечу жизнь. И Джинниус, например, дает какое-то, по-моему, странное объяснение про то, что это отсылка, мол, к диктатору, вот как у нас говорится, там царь солнцеликий, да, который обещает стать солнцем для всего своего народа. И здесь как раз приводится фотография Мао, который буквально нарисован как солнце, что, по-моему, ну, хз. И также многие отмечают схожесть слов «сан» и «сан», то есть солнце и сын, и, конечно же, и сами армяне-христиане, и американцы, по большей части, христиане, и поэтому, как часто используются всякие библейские отсылки в произведениях, так и даже если они там не использовались, они активно там находятся, потому что у всех этот контекст, он обязательно витает в воздухе, и, собственно, ну, сама строчка, она отдает вот каким-то таким чем-то божественным, но что нельзя не заметить, что солнце, оно как бы противопоставление сну, что тем самым всех разбудит. Еще у меня есть очень интересная цитатка Шаво Одаджана, басиста System of a Down, который однажды объяснял MTV, что вселенная находится вот в этой священной тишине и сне, а дети — это расстройство, та самая болезнь. И как вы будете контролировать эту болезнь в этой вселенной? Никак. Для меня это toxicity. Подобная трактовка позволяет нам посмотреть вообще на всю вот образную систему в песне с обратной стороны, то есть если мы все-таки ее трактуем так, как она вот чаще всего трактуется в англоязычном интернете, что, мол, это что-то про глобальное правительство, глобальную слежку, то есть какой-то контроль сверху вниз, да, и таким образом болезнь — это что-то, что контролирующий не предвидит, что как раз какое-то гниение, которое запускается вследствие его контроля, которое в итоге все разрушит. То если мы вот к Одаджану обращаемся, то тут получается, что болезнью современного миропорядка является новое поколение. То есть тоже то, что как бы этот мир и породил, но то, чему в этом мире неудобно, и то, чему предстоит этот мир разрушить, то, что в этом плане болезнь развивается — это дети растут. По-моему, круто и интересно. И в этой же связи, я, мне кажется, из-за перезаписывания это еще не упомянул, что, конечно же, вот само по себе toxicity значит токсичность, и здесь вот просто на слух ассоциация с toxic city, само слово city в этом содержится. Много написано про то, что это отсылка к Лос-Анджелесу, и что в данном случае токсичность — это самое, это и про коммерциализацию музыкальной индустрии, религию, коррупцию в общем, наркотики и другие вещи, которые отравляют людей буквально и метафорически. Можно туда еще замороженные продукты включить, но мне это кажется притянутым, потому что, по-моему, город токсинов, ну вот, по крайней мере, у меня в голове выглядят совершенно не так, а как раз как какое-то мега промышленное предприятие, скорее что-то похожее на одну из обложек Rage Against the Machine, в котором, собственно, это был вообще завод по переработке людей. Мне кажется, вот эта обложка очень хорошо подходит к какому-то смыслу, который вот наверняка сокрытый в песне toxicity, и которых до нас замечательные танкян и молокян пытаются донести. Конечно, с перспективы вот прошедшего времени интересно отметить, что к какой-то серьезной части вот того, к чему отсылалась песня, нашлась управа, можно сказать, потому что вы знаете, что сейчас мир, наоборот, повернут на экологии, что как раз вот в прямом смысле toxic city и toxicity вообще не допустить. Ровно так же токсичность в смысле человеческого общения у нас крайне осуждается, понятно, в песне не об этом, но там тот же вот этот вот AOL, он также вообще там разорился, помер, и его больше не существует. Но что история про безопасность в интернете и в смысле передачу своих персональных данных правительству, которая будет тебя контролировать, она актуальна как никогда, синдром дефицита внимания актуален как никогда, да и поедание таблеток, как каждодневная, постоянная, регулярная активность, тоже только продолжает набирать обороты. Зато вот еще одна вещь, которую я вычитал, пока рылся в американском интернете, чтобы находить информацию для этого видоса, это то, что помимо вот тонны разных политических лозунгов, которые System of a Down использовали, одним из важнейших для них вопросов было признание геноцида армян. И в момент создания группы и там вот первого времени ее существования, это ни американцами не признавалось, то бишь правительством, ни вот в условно-западном мире тоже. И за время существования группы это было признано, и свой самый последний релиз, написанный там после много-многолетней паузы, System of a Down записали именно во имя Армении. Это было приурочено к войне, которая не так давно, собственно, у Армении с Азербайджаном произошла. И это был последний раз, когда группа, можно сказать, за 20 лет, хоть в каком-то виде собралась. И что до этого они друг в другом там в интервью говном кидались, что после этого продолжили. Там один из них стал Трамп-саппортером, его другие начали засирать, потом сами Танкян и Малакян тоже ругались. Но, исходя из вот этой вот истории с Арменией, в итоге получается, что свою какую-то важную миссию, в том числе по отношению к своей исторической родине, System of a Down исполнили. По-моему, очень красивая история. А если вам хочется больше интересного про музыку, может интересного кинища, книжек и всяких других откровений, то у меня есть закрытый паблик в ВК, вход в который 5 баксов через Патреон или 300 рублей через Бусти. Собственно, вот так вот он выглядит, красивущий, шикарный, прекрасный. И мало того, что там прямо сейчас новые посты выходят, там архив за последние 5 лет из огромной тонны постов, что, естественно, будет очень полезно для вашего кругозора и развития. А если вам хочется вот чего-то визуального, то у меня есть шикарная запрещенная в России социальная сеть Instagram, в которую я, тем не менее, выкладываю восхитительные посты и сногсшибательные сторис. А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Я очень поздно это переснимаю, поэтому тихо крикну, вы знаете, где кнопка подписки. А- Субтитры сделал DimaTorzok